Народ, здорово! Сегодня будем менять топливный фильтр на Subaru Forester SH. Он и на предыдущих поколениях также меняется абсолютно, и на следующих. Ну, за исключением там может быть каких-нибудь небольших нюансов. Кстати, вот он сам фильтр. И еще придется докупить пару прокладочек. Номера тоже вы можете видеть на своих экранах. Ну все, пойдем в машину. Итак, первое, что нам нужно сделать, это демонтировать диван заднего сидения. Далее нам нужно снять давление в топливной системе. Далее идем под капот и вытаскиваем предохранитель топливного насоса на SH. Это вот этот предохранитель. На других моделях можете посмотреть на крышке блока предохранителей, какой предохранитель за что у вас отвечает. Теперь нам нужно завести автомобиль до тех пор, пока он не заглохнет. В принципе, он даже и не заводится. Давайте еще раз попробуем. Все, теперь давление у нас наверняка больше нет. Можно вставить предохранитель обратно. Итак, самое главное, не забудьте про правила пожарной безопасности. Обязательно обзаведитесь огнетушителем перед началом работ, потому что все это реально опасно. Итак, начнем. Первым делом нам нужно снять вот эту крышку. Она держится на четырех болтах под крестовую отвертку. Продолжение следует... для удобства протолкнем вот эту вот резиновую резина вот этот уплотнитель вниз для того чтобы нам убрать эту крышку потому что не все клемма нам здесь оцеплять придется готова теперь нам нужно тут все хорошо протереть итак вроде все очистили ну конечно до идеала чистить все не получится все равно чё туда попадет бензобак так ну все здесь протерли пропылесосили теперь она нужно будет полторашка на всякий случай наверняка в шлангах осталось какое-нибудь давление ну как такового давления нет но все равно немного бензина пролилось со второй трубкой делаем то же самое тоже давление нет но немного там пару капель вылилось все вытираем наш ухо так все протерли все соединили теперь нам нужен головка на 8 удлинитель и трещотка для того чтобы открутить 8 гаечек запомните примерно как затянуто с каким усилием сильных потом затягивать не нужно так снимаем вот этот ободок конечно желательно протирать все более тщательный чем я так теперь берем какой-нибудь тазик и и аккуратненько утаскиваем наш бензонасос так все сняли мы наш топливный насос принесли на более удобное место теперь нам нужно грубо говоря отсюда все перекинуть сюда так здесь видим колечки резиновые их обязательно нужно поменять номера я давал вначале обязательно берите бензомаслостойкие заходить должно все очень плотно так нам нужно теперь снять аккуратненько идет фиксаторы шлангов и одеваем их сюда на новый наш фильтр так все мы вроде поставили на место проверяем чтобы на этом фильтре ничего у нас не осталось вроде все переставили так и теперь засовываем все вот это ведро фиксирую все вот здесь защелкой следите все обязательно следите за этим поплавком для того чтобы вас вот это вот штучка не погнулась ничего так и теперь не забываем ставить вот эту клемму датчика уровня топлива все вроде все поменяли так ну теперь ставим все на машину в обратном порядке так фильтр на месте каких-то нюансов при установке я не заметил теперь смотрите вот вы поставили фильтры насос на место заведите машину и пусть она погудит немного посмотрите если у вас какие-то подтеки топлива потому что топлива не шутят желательно еще вот без этой крышки проехаться минут 15-20 покататься посмотреть не будет у вас каких-то потеков ну в общем то все спасибо всем посмотрел это видео до конца огромной всем удачи и пока не забывайте подписываться на канал пока не забывайте подписываться на канал